Привет! Я Ксения Черная, дипломированный нутрициолог, дипломированный коуч по здоровому образу жизни и член Российского Союза диетологов и нутрициологов. Вы смотрите канал о правильном питании. И в этом видео я расскажу о том, как правильно составить рацион ребенка и чем его кормить, чтобы он чувствовал себя энергичным и здоровым. Смотрите видео до конца, ставьте лайки и пишите комментарии, если это видео было вам полезно. А мы начинаем! Питание ребенка – это одна из самых спорных тем, которая беспокоит всех родителей. Здесь участвует очень много факторов. Это и воспитание, и культура в семье самих родителей. Это наше представление о том, чем и как должен питаться ребенок. Сюда же добавляются бесконечные страхи о том, что ребенок что-то не доест, не доберет, не поправится, не дополучит нужных макро- и микроэлементов. При этом многие родители справедливо беспокоятся, когда его ребенок привередлив в еде и не ест именно те продукты, которые максимально богаты витаминами и минералами, а именно овощи, ягоды и зелень. Давайте в самом начале зафиксируем очень важный вывод многих исследований. На 70% пищевые привычки ребенка зависят от семьи. Ошибочно полагать, что виноваты садики и школы в том, что ребенок не ест правильные белки, жиры и углеводы. Все-таки это ответственность родителей. В самом начале важно понять, кто и за что отвечает во взаимоотношениях с едой. Родители отвечают за то, что ест ребенок, когда и где. Мы же не разрешаем есть ребенку на полу, на диване или в своей комнате. И точно так же родитель должен регулировать режим питания. Ребенок же отвечает за то, хочет ли он есть эту еду и наелся ли он. Абсолютно неправильно с точки зрения родителей доказывать ребенку, что он должен доесть всю еду до конца и есть даже то, что ему категорически не нравится. Какие основные ошибки совершают родители на первых этапах знакомства ребенка с едой? Одним из главных факторов, формирующих плохие отношения ребенка с едой, является однообразие вкусовых предпочтений в первый год жизни. Родители очень часто переживают о том, какой прикорм нужно вводить и ограничивают ребенка в текстурах и во вкусовом разнообразии. Родители боятся вводить большое количество специй, которые им были самим непривычны. Например, корицу или ваниль. Помимо однообразия вкусов, родители очень часто рано сдаются, предлагая ребенку новый продукт. Согласно большому количеству исследований, необходимо предложить ребенку новый продукт не менее 10-12 раз. Но, конечно же, родители сдаются уже после трех попыток и ставят клеймо на этом продукте, что мой ребенок это не ест. Как предотвратить преждевременное старение и большинство хронических заболеваний, которыми страдает каждый второй? Конечно, изменить питание и пищевые привычки. От питания зависит вся наша жизнь. Если вы хотите привести тело и разум в порядок, справиться со стрессом и напряжением, я приглашаю вас на свой бесплатный мастер-класс «Пирамида женской красоты и здоровья». Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Вторая ошибка – это пищевое поведение самих родителей. Если родители не привыкли завтракать и демонстративно говорят, что я завтракать не люблю и не хочу, то почему ваш ребенок должен завтракать с удовольствием? Специалисты по детскому питанию считают самым важным аспектом формирования пищевого поведения – это привычки самих родителей. Исследования показывают, что те дети, которые сидят со взрослыми за одним столом и пробуют максимальное количество разнообразной пищи, имеют в будущем более богатый рацион. Уже с одного года ребенок может есть практически все продукты, которые едят родители. Естественно, при условии, что родители едят здоровую еду. Старайтесь, чтобы ребенок принимал пищу совместно с вами. Таким образом вы будете пробуждать интерес ребенка к еде. Третья важная ошибка, которую совершают многие родители – это навязывать свои стереотипы. Когда кто-то из родителей не любит определенную еду и демонстрирует это ребенку. И говорит, ой, я не понимаю, как ты будешь есть сейчас это брокколи. Четвертая и часто совершаемая ошибка – это когда взрослые родители или бабушки пытаются четко регулировать, что и когда есть нужно ребенку. Я думаю, что многие из вас слышали эту фразу – пока ты не доешь всю еду до конца, ты не получишь свою конфету. Так делать, конечно же, не нужно. Таким образом вы повышаете значимость награды и снижаете ценность самой еды. Исследования показывают, что использование сладости в качестве награды за то, что ребенок доел какую-то здоровую еду, в дальнейшем приведет к пищевому расстройству ребенка и избыточной массе тела. Давайте подведем итог. Что же не стоит делать, если мы хотим сформировать здоровые отношения ребенка с едой? Не обсуждать в присутствии детей их негативные отношения с едой. Не нужно класть те продукты, которые ребенок категорически не ест, в одну тарелку с продуктами, которые он любит. Таким образом, ребенок может отказаться есть абсолютно все продукты в этой тарелке. Не стоит использовать еду в качестве награды или успокоения ребенка. Например, доешь свой суп, получишь шоколадку. Или вот ты расстроен, давай пойдем, купим тебе мороженое. Не стоит ругать ребенка во время приема пищи за то, что он не хочет что-то есть. Это сформирует в дальнейшем негативные ассоциации у ребенка с приемом пищи. И, наверное, самая глобальная ошибка, которую сейчас совершают современные родители, это приучают есть ребенка за гаджетами. При просмотре мультиков, телевидения, лишь бы ребенок все съел. В данном случае ни о чувственном насыщении, ни о развитии вкусовых рецепторов, ни о каком осознанном питании речи идти не может. Какой же идеальный рацион должен быть у ребенка дошкольного и младшего школьного возраста? Конечно же, это три основных приема пищи и два перекуса. Но здесь принципиально важно, из чего они состоят и самое главное, что вы используете в качестве перекусов. Что касается основных блюд, то их состав будет всегда одинаков. Белки, жиры и углеводы. При этом, что именно вы будете выбирать в качестве макронутриентов, уже будет зависеть от того, какой образ жизни ведет ваш ребенок. Совершенно не обязательно придерживаться каких-то четких калорий, если ваш ребенок ест цельные продукты. Что же такое цельные продукты? Это то, что выросло и было создано природой. Например, вы даете ребенку яблоко или грушу, а не фруктовое пюре в пластиковых пакетах. Вы даете ребенку цельные зерна, например, гречку, рис, а не какой-то пшеничный батон с сахаром. Или предлагаете ребенку рыбу или птицу, а не полуфабрикаты в виде колбас. Я уже не говорю о категорическом исключении всех покупных продуктов с консервантами, которые, к большому сожалению, сейчас используют родители с первых месяцев жизни. Мы покупаем печенье с 6 месяцев, быстрорастворимые каши, фруктовые пюре, соки и компоты, которые продаются в супермаркетах. Давайте не будем испытывать иллюзий и считать, что там содержатся натуральные, полные витаминов и минералов продукты. Несмотря на то, что каждое из основных блюд должно содержать все три макронутриента, они, конечно же, должны быть разными. Например, если вы готовите на завтрак ребенку овсяную кашу долгого приготовления с добавлением куриного белка, топленого масла и тыквы, и в обед вы используете суп на костном бульоне с овощами и кенуа, это все полноценные приемы пищи, состоящие из трех макронутриентов, белков, жиров и углеводов, но, конечно же, они принципиально отличаются. Итак, давайте поговорим подробно, что же за три главных макронутриента, из которых вы должны составлять каждое основное блюдо. Конечно, это белок. Что у нас относится к белку? Это животный белок и белок растительный. К животному белку относятся яйца, рыба, морепродукты, мясо, субпродукты и птица. К растительному белку относятся бобовые и некоторые семена из лаки, такие как гречка и кенуа. К жирам могут относиться также яйца, жирная рыба, молочные и кисломолочные продукты и частично, конечно же, они относятся к белкам. Различные виды масел, орехов, семян и авокадо. Ни в коем случае не нужно бояться с самого детства приучать ребенка к разнообразию масел и добавлять авокадо. Дефицит витаминов и минералов может значительно ухудшать ваше самочувствие и влиять на состояние психики. Многие идут в аптеку и покупают витамины наугад и пропивают целый курс. Чтобы не совершать таких ошибок и не пить витамины по самоназначению, я приготовила для вас небольшое бесплатное пособие топ-5 последствий приема витаминов по самоназначению. Вы найдете его в описании к этому видео. По поводу кисломолочной и молочной продукции следует сказать, наверное, несколько слов. Она относится к традиционному детскому питанию, но, к сожалению, на сегодняшний день качество молочной и кисломолочной продукции оставляет желать лучшего. При этом очень многие дети страдают кишечными расстройствами, атопическими дерматитами и различными хроническими заболеваниями с раннего детства. Поэтому вы всегда при выборе продуктов должны учитывать состояние здоровья своего ребенка и можно ли ему в данный момент вводить эти продукты. Изучите эту тему подробнее. На сегодняшний день нет никаких проблем заменить молочные и кисломолочные продукты. Молоко заменяется на различные виды орехового молока, не злакового. В качестве источника молочнокислых бактерий используются различные виды ферментированных продуктов. И к третьей группе макронутриентов, к углеводам, у нас относятся все злаки, овощи, фрукты, ягоды и зелень. Хочу заметить, что я не произнесла, что к углеводам относятся батончики, булочки, печенье и хлеб. Как мы видим, продуктов, из которых может состоять каждый прием пищи, огромное разнообразие. Как не должен категорически выглядеть прием пищи ребенка. Это печенька с соком, даже в качестве перекуса. Это хлеб с колбасой или булка с молоком. Разберем на примере завтрака, какую частую ошибку совершают родители. Мы знаем, что классически полезный завтрак – это каша с добавлением меда, сухофруктов или какого-то варенья. Но с точки зрения биохимических процессов, которые происходят в нашем организме, это точно такая же углеводная бомба, как и обычный белый сахар. Таким образом, мы раскачиваем углеводный метаболизм у ребенка и после такого завтрака, через час он уже будет снова голодный. А все почему? Потому что такой завтрак не содержит должного количества белка и жиров. А жиры у нас отвечают за долгую энергию. Про перекусы. Если у ребенка нет лишнего веса, то перекусы ребенку нужны. Но, вопреки расхожему мнению, это не должны быть никакие сладости ради поощрения ребенка. Здесь есть несколько ловушек. Во-первых, ребенок будет отказываться от основного приема пищи. А во-вторых, если вы будете использовать в качестве перекусов что-то сладкое или любой рафинированный углевод, то ваш ребенок очень быстро проголодается и станет раздражительным. Конечно, мы должны стараться, чтобы и перекус также был сбалансированным по макронутриентам. Что можно использовать в качестве полезного перекуса у ребенка? Особенно, если он любит выпечку. Вы можете печь кокосовые кексы. Вы можете печь различные вафли, используя ореховую муку и добавление овощей, такие как кабачок и тыква. Это будет очень вкусно и ребенок никогда не догадается, что вы в вафлю добавили ему овощи. Если ваш ребенок любит перекусывать фруктами, то вы также можете улучшить этот перекус, добавив к нему несколько орешков. Орехи будут служить источником жиров, которые помогут снизить скачок глюкозы. Если ваши дети любят коктейли, то вы всегда можете приготовить для них полезные смузи. Использовать для этого жирное молоко, например, кокосовое или миндальное, которое также можно сделать очень легко самим. Добавить туда ягоды, различные ореховые пасты, семена. И это будет опять же полноценным перекусом. Что мы категорически не должны давать своим детям, пока имеем такую возможность до школьного возраста? Конечно же, это все виды сахара и покупные сладости. Что мы делаем собственными руками, покупая ребенку такие продукты? Если вы с самого детства будете приучать ребенка к карамелькам, покупным батончикам, конфетам и добавленному сахару, то для вашего ребенка никакие, даже самые сладкие фрукты не будут вкусными. И не будут приносить столько удовольствия, сколько добавленный сахар. Вы должны помнить, что любая углеводная рафинированная пища, такая как пицца, макароны или булочки, в любом случае в организме метаболизируется до глюкозы, даже если она изначально не имеет сладкий вкус. Давайте подведем итоги. Мы должны с вами приложить максимум усилий с самого раннего детства, чтобы ребенок ел вкусно, разнообразно и получал максимум питательных веществ. Ребенок не может пойти в магазин и сам себе купить сок и конфеты. Это делаем мы с вами, а также наши ближайшие родственники. Поэтому давайте не будем приучать детей с самого раннего детства к рафинированным углеводам, которые в дальнейшем приведут к развитию большинства заболеваний. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и узнать еще больше полезных советов о питании взрослых и детей. Субтитры сделал DimaTorzok